Хочу покрасить волосы и все никак не могу решиться. Сейчас вам где-то вставлю здесь, наверное, картинку. Почему для меня это так тяжело? Потому что я летел ходила выбеленной блондинкой, а потом еще года два или три лечила, свои волосы восстанавливала, отпускала свои напрямую. Делала такую краску. Хочу себе попробовать делать пару прядочек возле лица, два светлых, чтобы посмотреть, как у меня будет в осветленном таком цвете. И если мне понравится, то уже пойду в салон красоты, сделаю себе эллимирирование или колоризм. Надеюсь, она с вами все получится. Я уже подготовила вот такую вот картонечку, чтобы подкладывать под прядочки и фольгу подготовила. И у меня нету профессиональной щетки для покраски волос, поэтому я нашла старую свою зубную щетку, буду ей красить полностью. Ну и вот эту краску, которую я вам показывала, уже сто лет не красила волосы. Уже даже не помню, как это все делать. Ага. Для начала расчешу волосы. Мы из этих прядок не все волосы будем красить. Я там выйду под две маленькие прядочки, что-то оставлю, чтобы остались мои натуральные волосы. Ну что, сейчас будем смешивать краску. Смешаю совсем чуть-чуть, чтобы осталось, потому что нам много не надо. Правда, этим буквально не надо. Смешиваю на глаз, примерно 50 на 50. Я не знаю, видно, не видно. Конечно, хочется покрасить волосы в светлый цвет, опять-таки, как бандинка, но я как вспомню, блин, это каждый месяц красить эти корни, даже не каждый месяц, каждые 3-3 недели. Волосы постоянно перепалены, какой бы хорошую краску ты не красил. Мне кажется, больше проблем, чем красоты. Постоянно они желтеют, надо какие-то тоники не мыть. Как на натуральные волосы, помыл голову, подержал масочку на волосах, расчесал, и все сразу хорошо, и волосы всегда выглядят ухоженными, здоровыми. Ну не знаю, но все-таки хочется посветлеть чуть-чуть волосы. Как-то хочется перемен, и уже к весне. Уже запах-то тут пошел, я прямо на них. Одеваем перчатки, обязательно. И из этих прядок я буду две потоньше, а эту спрячу. Так у нас будет две прядочки. Так как волосы не крашеные, я боюсь, чтобы не было желтого цвета, но попытка не пытка. Ну что, ждем полчаса, минут сорок пять, и будем с вами потом смотреть результат. У меня уже, конечно, не терпится. В общем, не знаю, если честно, как я вообще решилась промирировать хотя бы даже две, точнее, четыре прядочки, потому что я реально очень долго, давно отрасивала, отпускала волосы, и для меня прямо это шаг такой. Так что я рада, что сегодня я это сделала вместе с мамой на мой эксперимент. Посмотрим, как получится, как будет, и если получится прикольно, то, наверное, пойду промилирую все-таки все волосы. В общем, пока они мокрые, какой-то пока только желтоватый цвет, не знаю, сейчас посмотрим, что получилось. Сейчас я их подсушу быстренько феном, и будем смотреть, что же у нас вышло. Вот что у нас в итоге вышло. Вот такой вот цвет у нас получился. Мне очень даже нравится, несмотря на то, что он получился не белый, а более такой натуральный русый, но он чуть-чуть с тетлей моих натуральных носит. Но все-таки не печально. Смотрю, что я промилирую, более такой светлый. Мне нравится, я довольна. Пишите в комментариях, а как вам результат? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, позитива и ритулю всем ленту. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok